Давайте посмотрим учения НАТО, потому что ну весь мир испугался, что Путин таки пойдет на Латвию, Литву, Польшу, просто всерьез испугался. Это просто публикации вчерашние везде, я тоже думаю вы их видели. Давайте посмотрим к этому роличек, как значит НАТО будет учения крутить до мая прям, до мая. НАТО готовится провести учения стойкие защитники, которые станут крупнейшими со времен Холодной войны. Они стартуют на следующей неделе и продлятся до мая. В маневрах примут участие более 90 тысяч военных. В ходе учений будут отрабатываться действия войск США по поддержке европейских союзников в странах, граничащих с Россией и на восточном фланге Альянса в случае возникновения конфликта с цитата «почти равным противником». Вот смотрите, Матвей, что самое важное в том, что сказал тот человек, что до общества европейского еще не дошло. Два года идет война в Украине, а все еще никто не испугался. И он, генерал, понимает, что надо, чтобы испугались. Ну, согласитесь, да? Месседж, в общем, серьезный. У нас, наверное, с вами сегодня будет такая игра в несогласии. Понимаете, в чем дело? Каждый отстаивает не то, что свою точку зрения, а какую-то свою, ну, так сказать, общественно полезную функцию. Что должен делать генерал НАТО? Он должен говорить «дайте больше вооружения». И он абсолютно прав. Теперь по поводу этих учений, по поводу Запада. Как вы понимаете, здесь, в Украине, самый главный вопрос для меня, во всяком случае, который я задаю тем уважаемым коллегам, которые приходят ко мне как комментаторы. А в Киеве очень хороший, очень высокий уровень политологии. И есть людям, что рассказать. К сожалению, это, ну, россияне русскоязычные, которые не знают украинского языка. Они не могут это оценить, потому что это все-таки на другом языке. Но вот какая история. Самый главный вопрос, который я задавал, вот, начал задавать год назад, это понял ли Запад, что это и их война. Вот это большая война. И, к сожалению, они констатировали, что, к сожалению, не их война, не их. Они никак не могут понять, что, вот, ну, так сказать, что Путин это кровавый маньяк. И для него не существует даже Россия, существует только он. И он как Герострат, как Гитлер, как подобные товарищи хотят, ну, как Каллигула там, не знаю, ввести коня в Сенат. Но он хочет вместо коня ввести Украину там в Россию, Балтию и так далее. Это все понятные вещи. Так вот, сейчас то, что мы видим, это даже уже не прозрение. Это подготовка к тому, что, на взгляд большинства, так сказать, обозревателей, и я очень в этом смысле был скептичный человек и делал ошибки. Я не верил в войну восьмого года с Грузией, я не верил в войну четырнадцатого года Крыма. А вот в двадцать втором году это я вообще себе представить не мог. Ну, не мог представить, потому что я тридцать пять лет, тридцать шесть лет прожил в России. И как-то мне это было совершенно удивительно даже при Путине. Но сейчас ребята все прозрели. И этому помог сам Путин с его заявлениями. Этому помогло вот очень сильно интервью Карлсона с Путиным и так далее. Запад понимает, в чем смысл этих учений. Конечно, в России сказали, что это бряцание оружием. Очень хорошо. Вот Запад бряцает оружием, но, как ни странно, он не пугает Путина. Это проверка впервые, и вы правильно сказали, что это наибольшее учение, что мы имеем на сегодняшний день. Вы же понимаете, что там не дураки. Айфон выпускают не дураки. Мерседесы выпускают не глупцы. Поэтому совершенно спокойно, вы знаете, открываются заводы. Рейнметалл в Украине прямо открывает заводы. В общем, короче говоря, Европа готовится к войне. Хочешь мира, готовься к войне. Боюсь, что первая часть этой фразы уже не актуальна. Хочешь мира. Просто готовься к войне. Тупо, тупо думай, как ты защитишь страны Балтии в первую очередь. Куда он, собственно, и пойдет. И Молдову. Куда он пойдет. Вот как ты это будешь защищать. Вот этим они сейчас и занимаются. Но поверьте мне, никакого испуга нет. Вот сюда, в Киев, все время поездом. 11 часов они трясутся. Приезжают всякие министры. Вот вчера тут были люди. Тоже с Запада. Подарили Украине, я не помню, 120 миллионов долларов, по-моему. Ну, вы понимаете. Такой донейшнс на всякие вещи. Вот. Страха нет. Есть спокойный расчет, на который Россия не способна. Понимаете? Вот сегодня, как вы знаете, я не помню, Кремль или Песков или сам Путин, в общем, кто-то сказал, что война, наверное, продлится, специальная военная операция продлится дольше, чем планировалось. Это признание поражения. Понимаете? Но, тем не менее, как это, вы знаете, про младенца. Весь в дерьме, но головку держит. Вот Путин находится вот в этом состоянии с поднятой головкой. Поэтому никто не боится, поверьте мне.